Это моя мечта, когда я еще была профессиональной теннисисткой. Мне хотелось после завершения карьеры открыть теннисную школу. И были какие-то сложности, связанные с тем, что я никак не могла найти достойную площадку. И, наконец, в этом году все совпало. Я нашла вот этот замечательный клуб с разным покрытием для профессионалов и для любительского спорта. Это идеально подходит нашей школе. И, собственно, мы подписали сотрудничество. Очень рада, что в этом году, наконец, моя мечта воплотилась в реальность. Вот молодец, Шикетата. Смотри, впервые такие эмоции. Вообще их не видели сегодня. Я путешествовала по турнирам. У меня были такие затяжные очень командировки, можно сказать, по 3-4 месяца. Всегда очень хотелось домой. И вот это чувство осталось. Хотела сделать именно для российских детей первую школу. Имела место быть какая-то популярность. Она, наверное, важна вообще в любом начинании. То есть пиар, наверное, не последнее место занимает. И я думаю, что мне это помогло. Несмотря даже на то, что я завершила карьеру довольно давно, я продолжала комментировать теннис. И у меня уже даже какие-то поклонники не в плане тенниса, а в плане, как я веду, трансляции появились. То есть действительно это сыграло свою роль, на мой взгляд. Очень хотелось сделать что-то самостоятельно, потому что я привыкла к тому, что в профессиональной теннисной карьере постоянно была с родителями под папиной опекой. И мне хотелось сделать самостоятельно отдельный проект. Хотелось отдельно от родителей самореализоваться. Нужно было общаться с людьми, нужно было находить правильную площадку, чтобы подходило и по локации, и по контенту, собственно. Потому что не везде есть правильные покрытия. У нас стартап, можно сказать. Мы начали работать в сентябре, и, собственно, вот так два месяца пытаемся развиваться. Все у нас по плану идет. Даже, честно говоря, мы не ожидали, что будет такой наплыв детей с первого же месяца. Было неожиданно приятно. У нас очень много спортивных клубов, теннисных. Но в основном все-таки московская публика ориентирована на любительский спорт. Мне, как профессиональной теннисистке, хотелось сделать базу для профессионалов. То есть здесь мы отличаемся в этом плане от других теннисных школ. У нас хорошая тренерская команда. Я ее подбирала лично, и всех этих людей уже очень давно знаю. И, конечно же, работать с профессионалом, работать с детьми нужно по-разному. Здесь очень важно чувствовать детей. Все они настолько индивидуальны. И здесь, на мой взгляд, требуется именно индивидуальный подход. Мы открыли в сентябре, и с первого месяца вышли в плюс. Доход есть. И нам нужно будет развиваться, я это прекрасно понимаю. Но мне кажется, что для начала неплохо. Не только с точки зрения удовольствия. Мне очень хотелось открыть эту школу именно для детского спорта. Но и с точки зрения прибыли, так же мы в плюсе. И я считаю, что этот проект в нынешнее время очень неплохой. Мне хотелось, с одной стороны, развивать детский спорт в России. И в то же время популяризацию теннису придать, пускай и небольшую. Но я считаю, что у меня неплохо получилось. И опять же, стоит двигаться дальше, не надо останавливаться на достигнутом. Мне также интересен спортивный менеджмент, который у нас в России не очень развит. Когда я открывалась, я сначала думала о том, чтобы действительно взять партнера. И страшно было все-таки новое начинание. Страшно было начинать одной. И я вела переговоры с теннисистами и теннисистками. Но мы, к сожалению, так и не пришли к какому-то общему знаменателю. И пришлось открывать под эгидой только своего имени. Я сейчас в своей школе и организатор, и в какой-то степени тренер. Но все-таки больше тренер-консультант. У тебя действительно самой хочется выйти на корт играть. Но вот, к сожалению, у меня травма спины, из-за которой я завершила карьеру. Конечно, полноценно я по 4 часа работать не могу. Сама бы играла, если бы у меня это получалось. Но консультировать и иногда выходить на корт играть с юными учениками я себе позволяю. И делаю это, более того, с великим удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok